Хозяйки однажды с базара пришли, хозяйки с базара домой принесли картошку, капусту, горох, петрушку и свеклу, а еще чеснок, грибочки, помидоры и огурцы, виноград, мед, а это значит в Бресте, как впрочем и в других районных центрах области, работают осенние базары. 18 октября в областном центре прошла расширенная ярмарка продажи, на которой была представлена продукция фермерских хозяйств и СПК, колхозов, индивидуальных предпринимателей. Подобные ярмарочные фесты – весьма удачный способ для одних реализовать продукцию, для других приобрести ее гораздо дешевле, чем в магазине либо на рынках. В этом году брещане бьют рекорды по приобретению сельскохозяйственной продукции и самое главное достижение, что 95% это продукция нашей Брестской области, это продукция наших сельхозпредприятий, это продукция наших фермеров, продукция по внешнему виду, по качеству, не уступающая никакой продукции с наших соседних стран. Ну и цены, по-моему, более чем лояльные, более чем либеральные. Я уверен, что наше брещание зиму проведут сытно, вкусно. Широкий ассортимент продукции, несомненно, удовлетворит вкус придирчивых покупателей. Овощи, фрукты и прочие продукты самого отменного качества. Руководитель области Константин Сумар, пообщавшись и с торгующим народом, и с покупающим, да и сам, знающий, как и что выбирать, подтвердил, аграрии края потрудились на славу. Правильно в народе говорят, не тот урожай, что на полях, а тот, что в закромах. Надо сказать, что люди с удовольствием все берут, тем более цены комфортные. Если взять, кто-то анализировал цены прошлого года и этого года, то они практически не выросли к уровню прошлой ярмарки, прошлого этих ярмарок. Поэтому это очень хорошо. Серхозники, работники села, наоборот, через ярмарки таким образом благодарят наших горожан за то, что они делают для села. То есть за то, что хорошая промышленная продукция, за то, что хорошая техника выпускают и так далее. Поэтому друг перед другом, я думаю, они не в долгу будут. И вот эти ярмарки еще раз показывают, что мы имеем все для того, чтобы человек мог купить. Начиная от картошки, овощей, фруктов и кончая рыбными и мясными продуктами. Я вот увидела, посмотрела, что и вы, как такой заядлый дачник, как я поняла, тоже саженец купили? Я купил специально три саженца белого налива. Тем более белый налив сейчас редкость определенная. В сады промышленные, которые мы имеем в области, они другими сортами занимаются. Поэтому я с удовольствием купил сейчас саженцы и посажу. И я думаю, через два года коварчу яблоко. Расширенные ярмарки прошли не только в центральной части города. Все микрорайоны также основательно подготовились к этому осеннему празднику изобилия. На рынке лагуна бойко шла торговля. А в качестве зазывал выступали артисты Чернавчицкого дома культуры. В рамках осеннего феста получили подарки и ветераны войны и труда. Им была завезена и картошка с капустой, и морковь со свеклой. Мы очень рады, что у нас проходят ежегодно ярмарки. Потому что, во-первых, больше ассортимент товара. Во-вторых, дешевле. Мы каждый год выбираем одиноко-одиноко проживающих пенсионеров. Закупаем на ярмарке картошку, морковку, свеклу, лук. И вот в этом году мы выбрали 15 человек, которым сейчас мы закупим на ярмарке овощи и фрукты и развезем пенсионерам на дом. У нового мэра есть задумка обустроить специально для таких мероприятий ярмарочную площадь. Эффект должен быть двойной. Сохранение улицы Гоголя, улицы Брендовой, а также создание более благоприятных условий для торговли и закупок. Улица Гоголя – это замечательная, красивая улица. Улица привлекательная для туристов. И это стало нашей визитной карточкой. Поэтому, да, есть определенные нюансы при проведении таких больших ярмарок с точки зрения, ну, вытаптывания территории, вытаптывания, значит, травы и так далее, что не делает наш город более привлекательным. Мы сейчас активно ищем какой-то формат, который бы не ущемил бы жителей старой части города, где живет огромное количество пенсионеров, но выйти на какой-то компромиссный вариант. Я очень жду предложений от Брещан, какие это форматы можно сделать, чтобы и люди не пострадали, и наша жемчужина, улица Гоголя, стала еще красивее, еще краше. Отдельную ярмарочную улицу, чтобы не портить насаждение, травку нашу. Люди, говорят, тут трудятся, а мы тут пришли, вытоптали. Согадят все. Да, все правильно. Надо, наш город чистый должен быть, аккуратный. Люди, говорят, должны быть веселые. Настроение пришли сюда, настроение подняли. Урожай берестейцами собран богатый. Будет у них и хлеб, и бульба со шкваркой, да сквашенной капусткой. А значит, зима будет сытая и настроение хорошее.